Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем привет! Это новый выпуск программы «Большая перемена». И сегодня мы хотели бы продолжить тему грантов от Росмолодежи, которых в этом году наш любимый университет получил в размере целых пяти программ. И сейчас мы с вами узнаем об одном из них – Центре социально-психологической помощи «Студенческий форпост». Именно этот проект представила кафедра социологии и психологии Байкальского госуниверситета в номинации «Ты не один». Что именно это за проект и как он будет реализовываться, мы узнаем у наших гостей – заведующей кафедрой социологии и психологии БГУ, наставник проекта Екатерина Зимина, а также доцент нашей кафедры социологии и психологии и руководитель проекта Анна Кожевина. А ваши ведущие – Диана Чепизубова, Карина Факирова. Здравствуйте! 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 Что бы узнали о гранте и как приняли решение поучаствовать? Ну, вообще, грантовый конкурс «Росмолодежь» – он не первый год существует. Как-то мы особой активности не проявляли. Здесь я бы хотела выразить благодарность нашему руководству, Питковской Юлии Валерьевне, в частности, когда она меня вызвала к себе и предложила поучаствовать в таком гранте. То есть здесь такое было мощное стимулирование, чтобы подать заявку. И, конечно же, «Росмолодежь» – это та платформа, которая помимо финансовой поддержки, что немаловажно, она дает, конечно же, поддержку, вернее, даже не поддержку, а такой мощный толчок к развитию. То есть мы вот узнали совершенно, можно сказать, не случайно об этом, просто в себе силы пока не чувствовали, чтобы в этот грант войти. Но теперь мы попробовали, и помимо конкурса, раздела конкурса «Ты не один», там еще есть разделы конкурса, которые касаются инклюзивного образования. То есть у нас в университете реализуется очень серьезное направление. Я им занимаюсь с 2017 года развития инклюзивного образования. То есть мы уже на перспективу, еще не успев реализовать вот этот грант, мы уже думаем о следующем, потому что это действительно возможность и студентам реализоваться, ну и кафедре заявить о своих направлениях, которыми мы занимаемся. А можно немного уточню, вот эта идея вашего проекта, она, может, зародилась в процессе, когда вы узнали о гранте, или она существовала раньше, вы просто решили применить вот такую возможность? Дело в том, что вообще вот этот студенческий центр психологической помощи, он у нас уже работает в университете около двух лет. То есть это была наша инициатива. Я очень мечтала попробовать наши силы именно в этом направлении по типу юридической клиники, которую наши уважаемые юристы реализуют. Смирнова Ирина Георгиевна занимается этим направлением. И у меня всегда была мечта, чтобы помимо юридических консультаций в нашем университете студенты еще и получали психологические консультации. Поэтому два года мы плодотворно трудились над этим. То есть у нас были четвертый, пятый курс, выпускные курсы. Девочки, психологи, которые находились на выпускных курсах, они как раз стали вот этим направлением с чистого листа заниматься. И действительно это оказалось очень эффективно, результативно. То есть о нас узнали. И самое главное, что эффект есть от оказания этой психологической консультации. То есть у нас просто сейчас еще появилась одна возможность этот центр усилить, поддержать, в том числе и усилить материально-техническую базу. То есть у нас запланирована к покупке, например, релаксационная пузырьковая панель. Это очень такое интересное оборудование. У нас для сендплейтерапии будет специальный планшет. То есть это песком рисовать. У нас есть в центре в нашем песочнице, в которой мы артерапевтическая песочница, где мы диагностируем разные психологические проблемы. И теперь у нас еще будет конструктор архетипов. У нас будет для куклотерапии очень интересная подборка. То есть мы с помощью этого гранта усилим, в том числе и материально-техническое обеспечение. Хорошо. А сам проект состоит из... Ну, вы сказали сейчас про материальную составляющую. А сам проект будет реализовывать, получается, руководитель, наставник и какая-то команда, как я понимаю. А еще, ну, что они именно будут делать? Команда наша состоит из руководителя меня и пятерых студентов, которые обучаются на нашей кафедре. Один представитель социальной работы и четыре у нас девочки учатся на психологов. Это старшие курсы, которые как раз-таки будут проходить обучающие курсы практической психологии. И оказание помощи, да, людям в известном очень институте практической психологии. Это ИМАТО находится в городе Санкт-Петербурге. Обучают там специалисты высшего класса. И поэтому у девочек появится такая возможность обучиться новым навыкам. И в дальнейшем использовать свои знания практической деятельности именно вот в нашем центре. Передавать знания и студентам нашим по такому принципу равный-равному. То есть обучились, передали, да. И будут эти знания переходить от одного курса к следующему поколению, скажем так. И будут, конечно же, дополняться. Ну и в практической сфере на индивидуальном консультировании, которое у нас сейчас уже осуществляется, будут применяться данные знания. И в групповом, конечно же, тоже формате это будет использоваться. А основная цель, как я понимаю, это все-таки консультация и помощь нашим студентам. Не только студентам. Целевая группа у нас учащиеся от 16 до 25 лет, сотрудники нашего университета. Поскольку мы же не думаем, что только у студентов у нас психологические проблемы, да. Есть и у взрослых людей. Поэтому у нас и на сотрудников, и на преподавателей направлена будет эта помощь. И как раз вот эти два года мы статистику, то есть мы не можем раскрыть всех подробностей, с какими проблемами к нам обращаются и кто. Но я точно могу сказать, что процент обращения к нашим студентам-психологам, примерно 70% это студенческая молодежь, и 30% это взрослые люди, которые приходят посоветоваться по личностным каким-то проблемам, по межличностным отношениям, у кого-то проблемы с детьми, подростковый возраст переходный. То есть у нас целевая группа, она очень широкая. Но пока на данном этапе это все-таки касается среды нашего университета. Да, мы вообще планируем создать постоянно действующую структуру. То есть два года показали, что действительно необходимость в этой структуре есть. Мы ее и дальше будем развивать. И, конечно же, дальние планы – это организация такой типовой структуры во всех образовательных учреждениях высшего образования, имею в виду, в городе Иркутске. То есть мы передовики среди вузов города Иркутска по развитию инклюзивного образования. То есть инклюзивное образование – это включение студентов с особенностями развития, с проблемами здоровья в нашу среду образовательную. И в этом направлении мы передовики, но и планируем, что будем передовиками и в плане оказания психологической помощи. То есть у нас сейчас помимо нашего студенческого центра при нашем, так скажем, непосредственном участии и содействии открыта психологическая служба вуза, где находится у нас штатный психолог. Этот штатный психолог Митюшенкова Татьяна Анатольевна не раз уже была у вас гостем в вашей студии. Она является также наравне со мной наставником. И психологическая служба университета и центр студенческий, они будут функционировать воедино. То есть наша задача – поддерживать, сохранять креативный уровень здоровья, психологического здоровья, имею в виду, и у наших студентов, и преподавателей. То есть мы будем… у нас такие очень масштабные планы. Дальше мы не хотим на этом останавливаться. То есть вот у нас пять участников этого проекта обучатся. Далее они уже будут транслировать свои знания на третий курс психологи, второй курс и так далее. И тем самым мы вот эти вот знания масштабируем. И потом наши студенты уже могут проводить занятия и на студентов кафедры, в журналистике, в государственном муниципальном управлении и так далее. То есть на самом деле все эти темы, они очень интересны абсолютно каждому. Абсолютно каждому. И наши психологи, девочки, они будут уже выходить на более высокий уровень, в том числе и информационной активности. А, кстати, вы можете напомнить нашим студентам, куда они могут подойти, чтобы обратиться за помощью? Да, конечно. У нас штатный психолог, психологическая служба нашего университета находится во втором корпусе, 107-я аудитория. А наш центр находится во втором корпусе, 110-я аудитория. Также в рамках вот этого гранта нами планируется для усиления взаимодействия психолога и нуждающихся, так скажем, клиентов у нас в гранте запланировано создание такого программного продукта, мы его называем онлайн-кнопка на сайте университета. Ну, это образное выражение, онлайн-кнопка. То есть по нашей задумке любой желающий студент, кто по каким-либо причинам, может быть, стесняется, боится, не чувствует в себе сил прийти к психологу, он, конечно же, может обратиться к нам, ну, так скажем, дистанционно. То есть любой желающий сможет зайти на сайт университета, нажать на эту кнопку, и у него будет, так скажем, прямая связь с психологами. Он может запрос сделать, написать свой вопрос, психолог ему ответит при необходимости. Они уже сами обговаривают время, когда данный клиент придет к нашим психологам на консультацию. То есть это, получается, студент или преподаватель получает какую-то анонимность вначале? Конечно, конечно. То есть у нас в любом случае все обращения, они, так скажем, анонимны. То есть, конечно же, психологи фиксируют у себя в специальных журналах психолога всю эту информацию. Но поверьте мне, даже несмотря на то, что я заведующий кафедрой, или вот Анна Павловна руководитель проекта, никакие личные данные никогда не становятся объектом, так скажем, обсуждения. У меня общество. Все хорошо. Понятно. А вот эти девушки, которые будут проходить какие-то еще дополнительные курсы, как я поняла, в университете, они будут как бы практиковаться уже в части психологии именно в этом центре, как я понимаю? Конечно. То есть у нас во время обучения психологов существует такая дисциплина психологическое консультирование, где они изучают все базисные категории психологического консультирования, учатся проводить это и, собственно, в этом центре уже отрабатывают навыки. Плюс обучение в иматоне, практической психологии, в институте, того, что именно там будут даваться практические навыки работы с различными психологическими проблемами. И как инструмент работы для них это огромный плюс получить и уже применять это в практической деятельности. То есть девушки учатся, учат других и получаются более сменяемость поколений. То есть в настоящий момент у нас вот два года отработали те девочки, которые выпускаются в этом году. К сожалению, по условиям гранта они не имели возможности в него попасть, потому что должны быть студенты невыпускных курсов, ну чтобы, грубо говоря, успели свои знания передать. А вот те, которые у нас в этом году выпускаются, мы, они очень опытные, то есть, знаете, ручаюсь как за саму себя. То есть они уже полноценные психологи, которые могут консультировать и реально оказывать помощь. И при выпуске их из нашего университета вместе с дипломом мы им будем вручать сертификат о том, что они работали в нашем центре. Этот сертификат это как знак качества, знаете, это как запись в трудовой книжке. Но у нас, поскольку не трудовые отношения, да, то есть у нас учебный процесс идёт, мы, естественно, не можем им ничем другим подтвердить, что они действительно практиковались, работали. Поэтому мы им будем выдавать сертификаты. Эти девочки, пятый курс, который сейчас выпускается, они четвёртому курсу передают свою эстафетную палочку, да. Четвёртый курс потом впоследствии передаст третьему и так далее. Но стоит отметить, вот какая-то очень интересная тенденция такая наметилась, что вот в 21-м году набор, 22-й год набора студенты, вот конкретно психологи на нашей кафедре, они идут всё активнее, активнее и активнее. И если когда только на этапе обсуждения, кто будет участвовать в нашем проекте, были сомнения у участников, да, ну, думаю, это же вдруг нам напрягаться сильно надо будет, не, я лучше не буду участвовать, то когда мы выиграли этот грант, нам стали задавать вопросы подобного рода, а почему я не участвую, а почему вы мне не предложили? Поэтому интерес вот этот мы будем просто подогревать. И у нас, например, первый курс студенты-психологи, они сейчас уже глаза у них горят, но им пока ещё рано, потому что у них нет вот этой базы накопленной, да. То есть, чтобы стать психологом, это нужно очень много, это должно быть базовое высшее образование. То есть все эти курсы, там, трёхмесячные или двухмесячные, когда, пройдя их, вам дают сертификат и говорят, что вы настоящий психолог, всё это враньё. То есть вы должны освоить теорию, вы должны освоить все методики, всю вот эту методологию. Без этого психологом не стать. Поэтому, как бы ни хотел наш первый курс, как бы он в бой не рвался, они ещё пусть подрастут. А вот те, которые у нас сейчас будут участвовать, это четвёртый курс. Четвёртый курс, они вполне готовы, то есть у них уже психологическое консультирование, дисциплина прошла, они потренировались, сейчас они ещё углублённо обучатся, и дальше они пойдут уже, так скажем, в массы. Возвращаясь к гранту, мне очень интересно узнать, как проходил этот процесс реализации вашего проекта, и с какими сложностями были, или наоборот, где вы получали наибольшее удовольствие, а где такие были немного сложности, по-какейски. Ну, удовольствие — это вообще понятие растяжимое, да? Я от любого процесса стараюсь получать удовольствие, и когда этот процесс ещё и закончился таким успешным результатом, кажется, теперь уже вообще трудностей не было, но на самом-то деле они были. Во-первых, это какие трудности? Временные. То есть поскольку мы колоссально загружены, и я, и Анна Павловна, работы своей текущей, мы, конечно же, сначала даже себе не представляли масштаба того, что нужно сделать для заявки. Первое время казалось это сложно, страшно, много. Теперь я на это на всё смотрю, думаю, да у нас вообще уже всё, опыт есть. Мы теперь следующий год не на 500 тысяч подадим, да? Не знаю, насколько о деньгах здесь можно говорить, а на следующий год, может, мы на 2 миллиона или на 5 миллионов рискнём. То есть сложности были какие? Ну, во-первых, временные. Во-вторых, когда первый раз что-то делаешь, всегда вот эта неизвестность, она пугает. Очень интересные условия, то есть кроме подачи заявки, должно было быть организовано обязательно интернет-голосование студентов. Наверняка вы тоже в нём участвовали. Наш институт, в котором вы тоже учитесь, они активно рассылали ссылки, нужно было зарегистрироваться всем на этом портале Росмолодёжь. Там регистрация практически всю эту подноготную, там столько нужно было пунктов заполнить. После того, как зарегистрировался, нужно было проголосовать за нужный проект, так скажем. Вот в этом сложность была, потому что студенты вот этой сопричастности вот в тот момент не чувствовали. То есть это тоже было важно, сколько за нас проголосуют, потому что проекты действительно важны. Ну и всех пяти проектов, которые выиграли в нашем университете, трудно сказать, какой важнее, какой лучше, какой хуже. Они все заслуживают внимания. Но у каждого проекта есть своя аудитория, которая за него и голосовала. После того, как голосование прошло, стали ждать ответа. Всё-таки выиграли, не выиграли. Когда мы уже нам сообщили, что мы выиграли, пошла процедура корректировки вот этого вот гранта. То есть мы уже опять новыми глазами на это всё посмотрели, где-то что-то подкорректировали. Сегодня планово-финансовое управление меня вызывало. То есть вот уже денюжки, они вот-вот наклёвываются, скоро их нужно будет тратить. А какие статьи расходов, вот это вот всё мы познаём, так скажем, по мере накопления, поступления вот этих вот проблем и вопросов. То есть сейчас я уже вижу, может быть, надо было по-другому немножко деньгами распорядиться. Но я очень надеюсь, что первый блин будет у нас никому. Потому что и опыт есть, самое главное желание есть, есть студенты, у которых горят глаза, но и есть мы, которые всегда подставим своё плечо. Ну, всё, что мы хотим сказать, это пожелать вам успехов в реализации, в закупке, в правильном распределении финансов и так далее, и так далее. Спасибо большое, что сегодня пришли. К сожалению, наш эфир подходит к концу. А я хотела бы напомнить, что сегодняшняя тема эфиров была посвящена одному из выигранных грантов нашего университета, а именно Центр социально-психологической помощи «Студенческий форпост». А гостями у нас были заведующий кафедрой социологии и психологии БГУ Екатерина Зимина, а также доцент нашей кафедры социологии и психологии, а также руководитель проекта Анна Кожевина. А ваши ведущие Диана Чепизубова, Карина Факирова. Всем пока-пока! Всего хорошего!